Здравствуйте ребята! Сегодня поговорим насчет Polaris BIOS Editor. Как им пользоваться, как в нем что менять и что надо там внутри менять. Я это сейчас вам покажу на скрине и если понадобится он вы сможете тоже его использовать без проблем потом в будущем. Приступаем! Polaris BIOS Editor это такая программа в которой мы обрабатываем наш BIOS и делаем так чтобы видеокарты работали бы лучше бы. Ну что, в первую очередь мы должны его скачать и он у нас будет выглядеть вот так. Потом нажимаем на него вот здесь Polaris BIOS Editor 2 раза и он у нас открывается и выглядит так. Но он может и по-другому выглядеть, потому что разные версии существуют, но у меня вот эта версия 1.6.2. Она очень хорошая со всеми со всеми картами у меня работает и никаких проблем пока что не было. Дальше что мы должны сделать? Мы должны занести сюда BIOS. Для этого мы делаем как? Open BIOS нажимаем и потом выбираем наш BIOS. Например вот скажем вот этот Original от XFX. И что мы тут видим? Ну вот здесь информация насчет карты самой и так далее и прошивка и так далее. Что нас интересует? Давайте поговорим сразу же об этом. А лишние вещи трогать мы не будем. Например вот PowerPlay. Здесь у нас есть Max GPU Frequency. Это всегда оставляем, не трогаем это все. А вот Max Memory Frequency здесь видите 2000 всего. Если мы хотим, например, он у нас в AutoBurner будет его показывать тоже 2000 будет максимум. Дальше этого он не пойдет. Но иногда карту нам надо разогнать например на 2100, на 2150 или на 2050. Поэтому мы эту штуку можем сразу же поменять на 2200, чтобы у нас было в запасе. Потом не забываем нажать вот на эту кнопку Apply Changes и он ее видите тут сразу же и исправит. Дальше переходим уже на тайминг. Здесь нас ничего не интересует вот в этом ряду. Тут ничего нас не интересует. PowerTuning нас тоже ничего не интересует, потому что все уже само простроено, написано. Перейдем сначала на тайминг. Чтобы поменять тайминги, что нам надо сделать. В большинстве случаев, да, мы берем тайминги от, например, если это память Hynix или Elpida, да, ну в большинстве случаев, я не говорю всегда, то мы берем, например, их от 1500. Вот здесь нажимаем на 1500. Потом вот здесь нажимаем, вот так выделяем это все. Нажимаем Ctrl-C. Переходим на 1625. Здесь Ctrl-V. Apply Changes. 1750. Ctrl-V опять. Apply Changes. 1875. Опять Ctrl-V. Apply Changes. И 2000. Опять Ctrl-V. Apply Changes. В большинстве случаев это делается так. Если у вас карта Samsung, да, то она может и на 1750-х, например, запуститься без проблем, да. Но это надо вот, знаете как, некоторые могут запуститься так, некоторые могут запуститься так. Ну, запуститься в каком смысле? Что я имею в виду под запуститься? Оно выйти на свой максимум, да, там, например, если у вас карта 570 и она у вас в стоке дает 21, 22, 23, то, например, меняя тайминги, она может вам дать 28, 29 и даже все 30. И поэтому вот, например, вот 1500, да, в большинстве случаев они дают 28, 29 мегахешей, да. После этого, как мы это все поменяли, да, мы это просто берем, сейв делаем, сохраняем, называем своим именем и потом уже записываем на карту. Я не буду сейчас показывать, как мы записываем на карту, потому что это видео про Polaris BIOS Editor. Ну и у нас карта будет работать, да. Следующий этап, это у нас, например, сделать даунвольт этой карты. Потому что, когда вы делаете через MCI Afterburner, да, иногда он некоторые, у некоторых он не открывается нормально, не показывает даунвольт, не дает его делать и так далее, да, там бывает такое, что... И если мы хотим, чтобы, например, сразу же все на Core Clock прописался бы, и сразу же был бы у него вот эти мегагерцы, сразу же соответствовали тому даунвольту, что мы хотим, да, то мы его должны будем прописать здесь. Чтобы узнать, на каком Core Vault работает сейчас ваша карта, это делается очень просто. Открываем GPU-Z, здесь выбираем нашу карту, та, которая нас интересует, и после этого переходим на вкладку, вот видите, здесь написано Sensors. Переходим на эту вкладку, Sensors, и он у нас тут уже показывает. Например, вот тут видите VDDC, а ну GPU Core Voltage, это значит, ну одним словом. Здесь у нас видно, что эта карта работает на 0.95, а ну это значит на 950 милливольт. И вот как раз из этой цифры, да, ну большинство они сразу же работают все на 1100, на 1150. То есть 1.150 там или что-то там вроде будет, да. И нам это надо сбросить. Поэтому мы сбрасываем тут, записываем в Polaris BIOS Editor, там 950. А ну от этого 1000 мы отбрасываем или 100 или 150 сразу же минусуем, чтобы получилось бы там, например, столько, сколько нам надо. Ну вот здесь смотрите, например, 1220, да. 1220, да, на RX мы почти что вообще не используем, потому что Core Clock, да, ну тут не очень-то влияет на эфир, да. В этом случае, да, мы просто можем сделать, например, 1150, здесь записать вместо 1220. И вот здесь, видите, вместо вот этих цифр мы можем, например, записать 950, да. Но при этом мы должны сначала посмотреть, на каком Core Voltage работает наша карта. И после этого, ну, сначала отнять 100, потом 150 и посмотреть, как она будет стабильно работать. Если она не будет работать стабильно, то в этом случае мы просто прибавим ей еще вольтажа и будет, ну, вместо 950 напишем 970, да. И потом, ну вот, я вот просто вот пишу 950 почти что на всех картах работает. Ну, может быть, не будет, если не будет на 950 работать, то 1000 точно будет работать. Ну и здесь тоже самое делаем, например, там уменьшаем, 1100 у нас будет здесь. Здесь, и здесь тоже, например, скажем, 950 или можно даже все 900 написать тоже, смотря в зависимости от карты, да, там, 1000, например, 90 потом там сделаем. Здесь тоже 950 пропишем. Здесь сделаем 1080, ну, просто я так пишу эти цифры, это можно вообще все в одну цифру записать и больше не использовать, да, там, 900, скажем, и так далее, да. Ну и вот так у нас вышла вот такая вещь, да, эти тоже можно прописать, но их смысла нет прописывать, потому что вот мы будем карту используем от 1080 и выше, да, там, ну, даже некоторые карты и 1050 держат, да, и поэтому мы тут, например, 250, например, на 900 сделаем. Тоже apply changes, это будет у нас так. Memory voltage, в большинстве случаев мы его не меняем, да, потому что он, ну, как есть, так и пусть будет, да, там, он много ничего у нас нельзя. Вот это называется вот downvolt программный, да, потом мы это сохраним и пропишем в BIOS. Вот это называется downvolt. И на что он влияет? У вас же карта, если, например, потребляла 120-125 ватт, да, она будет потреблять, например, уже где-то 95-100 ватт. Ну, у вас вы снизили, как бы так сказать, ватаж карты. Когда вы снизили ее core voltage, да, то само собой карта начинает меньше греться, потому что она меньше уже сжирает электроэнергии. Если, например, у вас карта грелась на 66 градусов, она была, да, то не удивляйтесь, после downvolt она может работать именно все 59, там, или даже 55 градусов. Ну, в зависимости тоже от карты. В большинстве случаев я, например, всегда делаю downvolt, потому что, когда вы делаете downvolt, там он меньше потребляет электроэнергии и плюс ко всему карты меньше греются. Чем меньше клеятся карты, тем для нас лучше, да. Но с downvolt надо тоже быть внимательным, потому что лучше его не повышать, потому что это нам не надо, да, потому что мы не собираемся разгонять, например, GPU core clock, да. Мы его, наоборот, понижаем, но если вы занижаете его слишком низко, да, то у вас карта начнет вырубаться, просто отрубаться и будут всегда глюки и так далее, да. Ну, если карта не будет отрубаться, да, то она просто, например, если будет работать на 28 мегахэш, то она будет спускаться, спускаться вниз, 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 вниз и будет стабильно у вас работать на 14 мегахэш. Да, и она будет работать у вас, и все, ну, при этом будет выдавать всего 14 мегахэш, там, ну, я просто говорю к слову. Поэтому, когда вы делаете downvolt, следите за фермой, да, может быть, это не покажется в первый же день, это может быть проявиться и на следующий день. Такое тоже бывает, бывало у меня, например, вот, с карты, там, 580, я ее задаунвольтил, да, один день она все нормально, 12 часов проработала, ну, я подумал, все, окей, да. Смотрю, через пару дней захожу, просто так посмотрите, она на 14 мегахэшах работает, ну, блин. Ну, пришлось поднять, там, core voltage, и после этого она, там, без проблем работает. Так что за этим следите. И, в конце концов, еще, что я вам еще скажу, то, что, если вы, например, ваши тайминги не работают, сюда можно прописать, не вот, не брать 1500, а найти в интернете те тайминги, которые люди говорят, что они работают хорошо и дают больше мегахэш. Их тоже сюда можно будет прописать и сохранить. Да, еще некоторые карты бывают вот здесь, видите, в RAM, у них, у некоторых бывает Alpida, Hynix, например. Просто, когда вы будете редактировать, все-таки выберите здесь ту память, которая у вас есть. А чтобы узнать, какая у вас память, да, там, от какого производителя, для этого нам понадобится всего лишь одна программка. Это GPU-Z. Вот, когда мы ее запустим, да, она вот в этом Memory Type, здесь видите, GDDR5. Вот, опять, что написано, тут написано Micron, значит, у этой карты память Micron. Так что, вот, сначала смотрим сюда, а потом уже лезем в Polaris BIOS Editor. Чтобы вытащить BIOS, да, мы должны будем сделать следующую операцию. GPU-Z можно сразу же сделать, это все без проблем. Вот здесь, что написано BIOS Version. Вот здесь, видите, вот такая кнопочка есть. Если мы ее нажмем на нее и потом Save File, мы просто сохраним этот наш BIOS. Всегда сохраняйте оригинальные BIOS, потому что они вам могут пригодиться. И сохраняйте его как название, например, карты, например, это что, ну, скажем, MSI, Armor, например, 570-я и Original. Или просто Original напишите, или OR, как я пишу. И просто делайте Save. И он уже, видите, сохранил вам файл. А потом этот же файл можете уже обрабатывать. Ну, на этом было все, друзья. Вы сейчас уже знаете, как пользоваться Polaris BIOS Editor. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я на них отвечу. Если вам понадобится какой-то BIOS, да, или вы что-то не поймете, тоже пишите. Я, может быть, вам смогу этим помочь. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. И все, пока. Пока.